Меня зовут Арина Фрутова, мне 22 года, и я дизайнер. С 16 лет я занимаюсь одеждой. У меня есть проект Bannermans. Мы делаем аксессуары из отработанных рекламных баннеров, то есть вторично использованных ПВХ-баннеров. И также у меня свой магазин предметов дизайнерских. Мы начинали проект Bannermans совместно с моими двумя коллегами, ребятами из простого дела. Сейчас они ушли из проекта и занимаются проститической деятельностью. Идея пришла достаточно внезапно. Мы думали, какой бы такой эко-дизайнерский проект сделать. Баннеры нам предоставляют разные институции. Это музеи, галереи, театры. Каждый предмет, сделанный из баннера в рамках наших коллекций, он уникален, потому что паттерны баннера разрезаются на небольшие предметы. И таким образом они все уникальны. В этом есть какая-то своя фишка. Кроме баннера мы используем также довольно неочевидные материалы, как бельевые веревки, медицинские трубки, камеры для велосипеда, ремни безопасности, дождевики для колясок. Очень часто можно найти вдохновение в невостребованных материалах, на мусорке или у тебя на даче. Я не могу назвать себя эко-активистом, если очень захочу выпить кофе из сладкого стаканчика. Но такие фракции тоже иногда перерабатываются, поэтому я не очень сильно себя корю за это. Я выбираю то, что в первую очередь нравится мне. Не всегда это совпадает со вкусом покупателей, но я беру свой брек. То, что я бы сама носила и сама бы поставила к себе домой. Меня вдохновляет мое окружение. Я в какой-то момент поняла, что смысл моей жизни — это люди. И начала очень много путешествовать в поисках новых людей, новых культур, образов жизни. Я не боюсь терять свой бизнес. У меня уже такое было один раз. Поэтому я всегда готова, наверное, создать что-то новое. Это возможность переосмыслить все. Когда ты знаешь человека лично, только тогда ты можешь понять, это твой человек или нет. Редактор субтитров А.Семкин